Часть 4. Прошло так несколько недель после того, как Россия объявила войну Германии. В один из праздничных дней я произнес проповедь в Андреевском Афонском подворье, которую я закончил словами. Пока христиане будут вести войны, до тех пор они ни в коем случае не вправе называть себя христианами. Эта проповедь была сейчас же передана архиепископу Назарию. Преосвященный призвал меня к себе и строго начал говорить мне. Настоящая война есть священная война. Сам Христос говорил, что будут войны, и Он же говорил, нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Иоанна 15.13. Кроме всего, Церковь многих святых воинов прославляет как величайших угодников Христовых. Не благословлял ли святой Сергей Радонежский своих монахов на татарского батыя? Всякое учение против войны есть толстовское учение. Так вот, если вы будете говорить подобные проповеди и ими возмущать народ, то я выдам вас генералу Эбелеву. И пусть он куда хочет, туда и отправляет вас, а у меня, чтобы вас не было. Простившись с владыкой, я вернулся домой, погруженный в тяжелую думу о войне. Я не знал, что мне делать. Так и иначе я смотрел на войну и не мог твердо убедиться, есть ли она действительно зло или добро, или ни то, ни другое. Все говорят о войне. Говорят газеты, говорят гражданские законы, говорят от лица Церкви Христовой Папы, патриархи, кардиналы, священники, проповедники, говорят церковные кафедры, говорят после того, как причащается тело и крови Христовых. И все они говорят о ней, как о великом святом подвиге христианской жизни. Я же в душе своей чувствовал, что война – величайшее зло в мире. Но когда я увидел, как к ней все готовятся, как сама Церковь с Крестом и Евангелием благоставляет войну, и епископы, проповедники, даже евангельскими текстами показывают святость войны, я совершенно терялся и не знал, что мне делать и как смотреть на войну. И тут ничего нет удивительного в том, что я терялся и не знал, как мне на самом деле нужно было смотреть на войну. Самый народный психоз, воодушевленное стремление к войне действовали на меня заразительно. Кроме всего, не менее на меня действовал в сторону войны и Ветхий Завет, который по отношению войны совершенно противоположен Новому Завету. Я думал, как же это так? В Ветхом Завете сам Бог-Отец благословляет войну, непосредственно участвует в ней. В Новом же Завете Бог-Сын как раз наоборот, совершенно отменяет ее. И в своей Нагорной проповеди дает новый закон жизни, закон любви даже к врагам, его последователей, то есть христиан. И вот как на это нужно смотреть. Ну хорошо, не раз я думал тогда, пусть война будет и от Бога, пусть она будет исходить от воли Бога всей Вселенной, но тогда в таком случае Бог просто смеется и даже издевается над человеком. Он творит человека, дает ему жизнь лишь для того, чтобы в то же время так безжалостно умерщвлять и убивать его, радуясь, как человек, сраженный врагом, корчится, мучится, проклинает свою жизнь и своего небесного Творца, как тирана и безжалостного мучителя, истекая кровью. Нет, не правда, чтобы Бог был прямым виновником войны. Нет, так думать о Боге, это значит бессовестно и бесчеловечно клеветать на Бога. Что же касается Ветхого Завета, где действительно Бог Отец якобы благоставляет войну и даже принимает в ней прямое непосредственное участие, то это легко объясняется тем, что народ израильский, как никто другой в мире, самый кровожаднейший, злейший, мстительнейший и жесточайший, Он все эти злые, отрицательные в себе характерные черты привнес своего Бога, наделил и охарактеризовал его ими. И вот, только поэтому одному, действительно, Ветхозаветный Иегова своей жестокостью к людям отличается не только от Иисуса Христа, но даже от всех языческих богов. Вот почему Ветхий Завет диаметрально противоположен в своих взглядах на войну с учением Иисуса Христа. Относительно же христианского церковного духовенства, которое всячески старается даже евангельскими текстами защищать войну и доказать, что оно есть дело святое, необходимое в христианской жизни и даже христолюбивое, то это просто есть историческое заблуждение всего церковного института, а также как верный показатель его совершенного неверия во Христа и постыдное присмыкательство перед сильными мира сего. Так я думал тогда, а на сердце мне было очень и очень тяжело. Я скорбил душой, поделиться же своими мыслями о войне было не с кем. Говорить откровенно о ней с монахами было невозможно. Тоска давила меня. В это время я несколько раз читал и перечитывал на гурную проповедь Христа, и каждый раз меня поражало одно и то же. А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего, подлежит суду. Кто же скажет брату своему пустой человек, подлежит верховному судилищу, а кто скажет безумный, подлежит гиене огненной. Итак, если ты приносишь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой перед жертвенником и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а от судья не отдал бы тебя слуге и не вергли бы тебя в темницу. Истинно говорю тебе, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кадранта. А я говорю вам, не противься злому, но кто ударит тебя в правую щеку, обрати к нему и другую. И кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему верхнюю одежду. И кто принудит тебе идти с ним одно поприще, иди с ним два. Простящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, и молитесь за обижающих вас и гоняющих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного. Он повелевает Солнцу Своему всходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Матфея 5 глава 22.26.38.45 Эти слова Христа, а я говорю вам, глубоко-глубоко врезались во все мое существо и точно каким-то неземным светом озрели всю мою душу. С этого времени все яснее и яснее открывалась мне истина Христова, и все более и более ясным становилось мне, что война есть верх великого ужаса, что она есть самый ужасный процесс взрыва и нового накопления всякого зла нашей антихристианской общественной жизни. И она есть каждый раз повторение тех же самых реальных страданий и крестной смерти Христа от новых иудеев-христиан. В это время я не раз говорил сам себе, что же это значит. Все представители Церкви Христовой стоят во всем церковном облачении, в одной руке они держат чашу с телом и кровью Христа, в другой – Святой Евангелие, и все они требуют человеческой крови. Все они точно кровожадные гарпии кричат в защиту войны. Да, они точно хищные птицы, кровожадные звери, встали на сторону человеческой бойни, страшной, кровавой народной войны. Против же войны стоит один лишь галилейский учитель Иисус, да какая-нибудь на протяжении первых трех веков христианства маленькая горсточка его учеников. Да в наше время отверженный Церковью Лев Николаевич Толстой в руках с Нагорной проповедью Христа точно русский Моисей со скрижалями Нового Завета стоит против войны. На стороне же войны стоят цари, папы, патриархи, митрополиты, епископы, все представители христианской Церкви, все дипломаты всех христианских государств и, наконец, все плотоядное человечество и весь кровожадный мир. Так размышлял я тогда. И на душе моей порой бывало невыносимо тяжело, а в ушах моих все громче и громче раздавались слова Христа. «А я говорю вам, не протився злу, ну, кто ударит тебя вправо из щеку твою, обрати к нему и другую. А я говорю вам, любите врагов ваших». Что бы я ни делал, хожу ли, читаю ли, ложусь ли спать, разговариваю ли с кем-нибудь, слова Нагорной проповеди неотступно преследовали меня. «А я говорю вам, что всякий гнивающийся на брата своего подлежит суду. А я говорю вам, любите врагов ваших». На сердце становилось страшно. Сомнения за сомнениями вползали в мою душу. «Боже мой», — говорил я сам себе, — «что же это такое? Неужели же сама церковь в лице своих представителей веками злостно смеется над ученением Христа? Неужели она настолько умолила и уничтожила учение Спасителя, что ровно ни во что не ценит Нагорную проповедь Христа? Во что же она тогда верует? Неужели она думает, что можно быть христианином без проведения в христианскую жизнь Нагорной проповеди Христа? Неужели она в деле христианской религии и спасения своих чад полагается исключительно лишь на одни мертвые церковные догматы без Нагорной проповеди? В таком случае это один лишь только христианский остов, одних мертвых, отвлеченных человеческих понятий об истинно христовой вере. Ведь только Нагорная проповедь есть сама жизнь догматов, плоти кровь их. Только через проведение Нагорной проповеди в самую практическую христианскую жизнь все догматы церкви будут иметь великое значение в деле христианской веры. Без Нагорной проповеди все догматы церкви для христианской религии ровно никакого не имеют значения. Не раз я задумывался над этим и не раз себя спрашивал, кто же лучше знает пути к Отцу Небесному? Христос ли, произнесший Свою Нагорную проповедь всему человечеству, как безусловный внутренний волевой закон христианской жизни? Или мы, церковные представители, ловко и коварно всегда умеющие замалчивать ее всячески своими толкованиями, извращать ее и сплошь и рядом во имя своих личных земных интересов прямо отрицать ее? Ужасно! О, если бы и сейчас пришел на землю сам Христос и посмотрел бы на всю нашу жизнь, Он совершенно не признал бы нас христианами, потому что в нашей жизни со всем ее церковным культом Он не нашел бы ничего своего. Прежде всего, Ему бросилось бы в глаза, что вся христианская жизнь, начиная с IV века и до сего дня, базируется не на каменной твердыне его евангельской жизни? Нет! А на сыпучем песке язычества? Да еще какого сплошного неслыханного язычества? Поэтому вся жизнь христиан состоит в беспрерывном процессе созидания и разрушения, разрушения и созидания себе любивой, страстной, порочной, языческой, даже сверхязыческой своей жизни, на сыпучем песке своих собственных страстей и материальных земных интересах. О, эти материальные земные интересы! Как они превратны и изменчивы! Итак, всякого, кто слушает слова Моисеи на горную проповедь и исполняет их, уподоблю мужа благоразумному, истинному ученику Христову, руководящемуся в своей жизни умом и чувствами Христовыми, который построил дом свой на камне, на живой реальной воле Отца Небесного, которая и есть на горной проповедь Христа. «И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает все слова Мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, не имеющему в себе ничего Христова, который построил свой дом на песке, то есть свою жизнь на языческих ценностях плотской жизни, греха и смерти. «И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и он упал, и падение его было велико» Матфея 7, 24, 27. В этих последних заключительных словах на горной проповеди Христос прямо, категорически говорит, что всякий, исполняющий и проводящий в свою жизнь на горную проповедь, врастает в волю Божию, становится Сыном Божиим, органически родится и сочетается с Христом и делается действительным христианином. Также, не менее всего, Христос прямо, категорически говорит и относительно того, кто слышит на горную проповедь и читает ее, быть может, часто даже умиляется перед нею, но не исполняет ее, не проводит ее в самую свою повседневную жизнь, тот не Христов, тот не Божий, тот ничего общего с Христом не имеет, он есть чадо плотской жизни, Сын греха и смерти. Почва под жизнями первого и последнего совершенно различна. По жизни первого Бог, по жизни последнего Отец злобы, Отец смерти, дьявол, О, как различна жизнь того и другого! Один живет в Боге и для Бога, другой живет во зле и для Отца всякого зла. Если сам Сын Божий, Творец и Судья всей Вселенной, облег безусловную божественную и святую ценность, как безусловный закон, свою на горную проповедь для жизни и спасения всех христиан, то какое же имеют право представители Церкви Христовой, на протяжении целых столетий замалчивать ее, и не только замалчивать, но и всячески искажать ее, обеими руками отмахиваться от нее, словно от самой страшной чумной заразы. Удивительное дело, если кто-либо из христиан отвергает иконопоклонение, почитание мощей, пост, его уже считает еретиком, считает погибшим христианином, его сторонятся, чуждаются. Если же кто совершенно сознательно в своей жизни отрицает на горную проповедь Христа и всегда нарушает ее, против того никто ничего не говорит, ему даже никто против этого не возражает, все его считают православным христианином и так далее. О времена и нравы христианской жизни! И в этом мы еще представители Церкви Христовой не каемся и нисколько не признаем себя виновными в нарушении заветов Христа. Великий Боже, страшно даже подумать, до чего мы, служители Церкви Христовой, дожили, как будто до того и принимаем священство, чтобы безумно сатанинскую ревностью разрушать все Христово, разрушать так, чтобы от его учения камня на камне не осталось в практической христианской жизни и сознательно в противовес всему Христову упорно выдавать все человеческое за Божие. В эти тяжелые для меня дни мне опять стало жаль Христа, жаль Его святого учения, в частности, на горной проповеди. Мне хотелось броситься ко Христу, хотелось кричать Ему, хотелось просить, молить Его, чтобы Он спас и снова вернул бы меня к себе. Очень мне было тяжело в то время. Я чувствовал себя одиноким. Преосвященный Назарий и все миссионеры во главе с Кальневым смотрели на меня, как на какого-то еретика, а Андреевские монахи тоже ко мне стали недоброжелательны. Они уже узнали, как стал ко мне относиться архиепископ Назарий. В вот таком удрученном состоянии духа я прожил два месяца. Наконец, один монах, теперь уже иеромонах, по своей доброй душе и особому ко мне расположению посоветовал мне ехать на войну, быть военным священником. Он говорил мне, «Друг, отправляйся на войну. Ты там на месте узнаешь, от Бога ли война или от дьявола. Если Господу угодно, Он и там тебя спасет и наставит на всякую истину. Здесь же тебе оставаться трудно и тяжело». Я долго колебался, ехать ли мне на войну или не ехать. Если я поеду на войну, значит, буду участником ее. Если не поеду, в Одессе больше жить будет невозможно, ибо архиепископ и миссионеры не дадут мне остаться в Одессе. И я совершенно терялся и не знал, как мне поступить. Наконец, я последовал совету отца Ерофея. Я подал телеграмму на имя военного протопресвитера. Протопресвитер меня принял и велел мне ехать к главному священнику Юго-Западного фронта. Я отправился. Мне поручили обслуживать два сводных военных госпиталя и еще поручили третий, частный, кауфманский госпиталь в городе Холме. Обслуживаете госпитали? Я как будто быстро забывал о войне, как о мировом зле. Мне даже стало казаться, что я, состоя на службе, в должности военного священника, делаю дело Божие. И вот часто, почти каждый раз, входя в палаты раненых, я как будто опять вдруг прозревал и чувствовал, что война есть зло. И когда я прозревал и чувствовал, что война есть зло, я тут понял и окончательно убедился в том, что я, сделавшись с военным священником, совершенно погиб. Погибель моя заключалась в том, что я, точно какой-нибудь обломок каменной скалы, оторвавшись от Христа, бросился в самую пучину ужаснейшего греха, человеческого убийства и кровопролития. В этот момент отчаяние волной хлынуло в мою душу. Мне хотелось плакать, хотелось рыдать, и я горько раскаивался в том, что послушал отца Ерофея и отправился на войну. Но несмотря на такое ужасное состояние моего духа, я все же чувствовал, что в это время я всем своим существом целиком, без всякого остатка, все же был противником войны. Отчасти к самой войне тянуло меня национальное мое чувство. Не менее этого чувства влекла меня к ней так же и внутренне излицемерившаяся и изолгавшаяся моя психика, как вообще духовного представителя Церкви Христовой. Плюс к этому еще влекли меня к ней большое жалование военного священника и частые награды. Через несколько недель мне поручили обслуживать, кроме госпиталя, еще холмский этапный пункт. Из этого страшного этапного пункта ко мне каждый день два раза вводили несчастных солдат целыми колоннами в военную церковь на моей проповеди. Во время проповеди они всегда сильно плакали. По окончании же церковного богослужения и проповеди войны, несмотря на свои слезы, выходили из церкви разъяренные, точно голодные львы, дыша злобой против немцев. Так продолжалось четыре месяца, и я ежедневно служил для них литургию, молебны, говорил проповеди и по несколько сот человек в день исповедовал и причащал святыми тайнами. Однажды, по окончании службы, один солдатик, причастившийся святых тайн, спросил меня, «Батюшка, как же я теперь пойду после причастия на позицию? Ведь я принял в себя самого Христа и ведь теперь органически соединился с моим христианским Богом. Как же я теперь пойду убивать людей? Ведь в моем лице будет сам Христос убивать людей, а если меня убьют, то вместе со мной и сам Христос будет убит. Как же мне теперь быть?» Я молчал, не имея, что ему на это ответить. Последние же слова его, «Как же мне теперь быть?» громом раскатывались над моей головой. Несколько дней я не мог от них избавиться. Действительно, если я сколько-нибудь верю во Христа, как живого Бога, и верю в тело и кровь Христовы, то нельзя иначе и думать о Христе, как думал и рассуждал вот этот самый благочестивый солдатик. Мы же, священнослужители, совершенно иначе думаем о Христе и иначе веруем в таинство Евхаристии. Мы за свой священный долг считаем через это самое величайшее таинство тела и крови Господа нашего Иисуса Христа посылать своего христианского Бога на смертную казнь и на кровавую войну. У нас, христиан, все места казни и поля военных сражений усеяны телом Христовым и залит его святейшей кровью. Ужасно! Вот идет война. Солдаты причащаются святых тайн и отправляются убивать таких же людей, таких же христиан, как и они сами. И опять не знаешь, кто идет убивать, солдат или или сам Христос. И если причастившимся придется быть убитыми, то опять не знаешь, кто убит, солдат или или сам Христос. Вот от времени до времени то там, то здесь подводят к виселице или к месту расстрела христиан-преступников. Здесь стоит священник со святыми дарами и убеждает перед казнью принять святые дары. Они причащаются и вот тут опять не знаешь. Собственно, кого вешают или расстреливают, преступника ли или самого Христа, соединившегося с преступником. Попутно с этим я не могу умолчать еще и о том, что у нас существует еще обычай в нашей пастырской церковной практике злоупотреблять святыми дарами, а через них, конечно, и самим Христом. Это страшное злоупотребление этой величайшей христианской святыней совершается в тех случаях, когда священник причащает святых тайн полусознательного умирающего христианина. Тут спешат иногда как можно скорее причастить умирающего, разжимает ему рот, и священник поспешно, с трудом втискивает в его рот лжицу со святыми дарами, которые в подобных случаях остаются в самом рту или горле умирающего человека. И это называется причастился, напустовался святыми тайнами. О, ужас! Чего только мы не делаем с этой величайшей христианской святыней, а я первый из таких преступников повинен перед Богом. Когда совершается какая-нибудь кража чудотворной иконы или святых мощей, тогда христиане кричат, волнуются, поднимают страшную тревогу, предают проклятию и отлучают от церкви виновников этого преступления, наконец их судят, подвергают за такое святотатство страшному наказанию, а в защиту целыми веками попираемой этой святыней самой величайшей в мире святыней тела и крови Христа, которую мы, пастыри церкви, вталкиваем в грязь, бросаем куда попало, замазываем этой святыней все щели нашей политической жизни, взять хотя бы войну или смертную казнь, распинаем такими образом снова Христа, снова предаем его позорной смерти, и в защиту этой поруганной святыни от злоупотребления нами служителями алтаря Христова, никто ничего не говорит, никто этим не возмущается, все молчат, все на это страшное преступление смотрят спокойно, как будто так и надо. О Боже Великий, я больше всех злоупотреблял этим величайшим таинством, прости мне мое великое преступление. В эти дни я начал сильно нервничать, лишился аппетита, душа моя была больна, я уходил в лес, стояла зима, холодно было на дворе, холодно было и на сердце, я был недоволен собою, было больно за себя, сухие слезы давили меня, мне хотелось решительно порвать всякую связь со своим личным я, порвать связь со всем миром, порвать связь со всеми книгами, кроме одного Евангелия, хотелось что-то для своей души сделать такое, чтобы она раз навсегда была свободна от греха и от проклятия неба, этого-то я желал горячо, очень горячо желал для себя, но когда я взглянул в свою душу, то увидел, о, как я весь превратился в какие-то сплошные корневые отростки, которые органически вросли в плотскую жизнь, в земные интересы, и я ужаснулся, да и было чему ужасаться. В самом деле, чего, чего я не делал в своей греховной жизни, 23 года я служил сатане, 23 года я изменял Христу, предавал его, предавался плотским страстям, гордился собою, своими проповедническими способностями, легкомысленно, безумно тщеславился, надмивался, кичился, самолюбовался, да сама боготворение, точно сам дьявол. Увы, нет, нет на земле ни одного грешника, который бы мог сравниться со мной в моих беззакониях и самых страшных преступлениях перед Богом. О, где же ты, где ты, мой Спаситель Христос? О, нет, нужно обязательно, нужно мне снова вернуться ко Христу, оплеванному и всю мою жизнь распинаемому мной Христу, иначе я погибну. О, я абсолютно погибну. Тут я опять начал вспоминать живого Христа. Опять мне стало казаться, что я его хочу любить и любить по-прежнему. Но вот мое горе, как же я сейчас буду его любить, когда я теперь, во время войны, ясно для меня, как Божий день, иду вразрез с его святой волей. Христос принес на землю совершенно новую жизнь, жизнь живой творческой любви и мира, жизнь святого добра. Нисколько, конечно, не похожа на нашу земную жизнь. Ее закон воля Божия и только. Воля же Божия состоит в том, чтобы всякий верующего Христа бесконечно больше и сильнее, чем весь мир, чем всех своих родных, отца, мать, жену, детей и даже самого себя любил своего живого христианского Бога. И еще, верующего Христа как Сын Божий, ко всем людям должен питать такую же любовь, какую к самому ему питает сам Бог, Отец его. Я же, состоясь сейчас военным священником, занимаюсь исключительно травлей одних христиан на других, я своими проповедями натравливаю наших солдат на немцев, как же я могу после этого любить своего Господа. Ах, что же это такое? Вся моя жизнь есть страшная измена Христу и беспрерывная вражда против Него.